Я гулял по бицепскому лесу. Меня окружили 10 человек. Пятеро из них начали наносить мне удары в голову, в шею и грудь. Они требовали отдать им мой мобильный телефон, после чего начали силой пытаться его у меня отобрать. Один из них повалил меня на землю, начал наносить удары по голове, наступил мне коленом на шею. Потом второй из нападавших наступил обувью на руку, в которой был зажат мобильный телефон. Другие силой смогли вытащить из ослабленной руки телефон уже после того, как я почти потерял сознание. И при этом оставшиеся из нападавших постоянно наносили мне ногами удары в спину, когда я уже был на земле. После того, как им удалось забрать мобильный телефон, они оставили меня в покое и начали расходиться. Я нашел в себе силы подняться, увидел у одного из нападавших в руке собственный телефон. Начал кричать ему то, что он совершил гражу. Я потребовал вернуть у него свое имущество и медленно начал двигаться в его сторону. После чего он увидел, что я смог подняться. Он вернулся, налетел на меня, нанес еще несколько ударов в голову и грудь. И опять меня каким-то приемом моментально повалил в канаву, где я ударился затылком и спиной в камень. Скажите, пожалуйста, вы относитесь к защитникам, к активистам защиты бицепска леса? Да, скорее всего, это нападение связано с моей деятельностью. Что говорили? Слабо. Вынимаете телефон, меня убиваете? Ну, на камеру просто скажите. Скажите просто на камеру, как вы меня сейчас, как мне угрожали. Курку лучше зашейте. Денег не хватает. Скажите, что разобьется, я сейчас телефон не стесочекаю. Денег не хватает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...